Когда пройдут заморозки, листья гортензии замерзнут, падут сами или вы их оборвете, необходимо собрать веточки гортензии в более компактный кустик и обвязать их веревочкой. Вот у меня это выглядит вот так. Затем нужно поставить, воткнуть в землю вокруг кустика 4 палки и на эти палки намотать веревочку. По спирали просто снизу вверх наматываете веревочку, создавая такую корзину, подобие корзины. Безусловно, если у вас есть сетка пластиковая или металлическая, тем более уже такой заготовленный цилиндр из этой сетки, то его гораздо удобнее использовать, комфортнее. Но повторюсь, что у меня его нет. Поэтому я применяю такой метод. И следующим этапом мы набиваем этот конус сухой травой либо опадом с деревьев любых пород абсолютно. Получилась вот такая интересная конструкция, что-то напоминающее новогоднюю елочку. Все побеги гортензии спрятаны внутри. И я надеюсь, надежно защищены от заморозков. Кстати говоря, здесь почва, в этом месте, где растет гортензия, сегодня уже не оттаивает. Уже поверхность замерзла. И так замерзшая в середине дня и остается. Это значит самое время укрыть гортензии. Иначе они замерзнут. До того, как вы их успеете укрыть. И последний этап. Нужно сверху закрыть все это полиэтиленом. Для того, чтобы дождь и снег не мочили всю эту конструкцию. Ну вот, укрытие из подручных материалов готово. Этот мешок у нас с перфорацией небольшой, с небольшими дырочками. Но их недостаточно для того, чтобы туда попадала вода. Но достаточно для того, чтобы она испарялась изнутри. То есть, эта конструкция полностью дышащая получилась. И сухая. Ну вот, мы укрыли нашу гортензию. Теперь, я надеюсь, никакой мороз ей не страшен. И немножко хочу сказать о том, почему нужно сохранить побеги текущего года на гортензии. Потому что именно на прошлогодних побегах в следующем году формируются цветочные почки. И соцветия. Если все побеги замерзнут, то, соответственно, никакого цветения ждать не придется. Ну и, соответственно, если их большая верхняя часть замерзнет, то же она будет очень плохо цвести. Соцветия будут плохо формироваться. Вот. Поэтому мы их сохраним с помощью сухого укрытия. Если вам интересно, что же получится в итоге в следующем году, как оно будет цвести, подписывайтесь на мой канал и читайте мой блог. В блоге гораздо больше всего интересного вы можете найти, чем на канале. И оставайтесь со мной. Будете всегда в курсе последних событий в моем саду. Всего вам доброго и до свидания. Пока-пока. Пока-пока.